В эфире программа новости дня в студии Наталья Мороз. Здравствуйте. Корреспондент ОРТ готовы рассказать о главных событиях города и области. И в начале коротко некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оренбург обыграл московское «Динамо». Сенсационная победа футбольного клуба. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На границе с Казахстаном в Астраханской области будет организован пункт мобилизации. Его развернут в ближайшие дни. Об этом сообщает в администрации губернатора региона. Дело в том, что на границе образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из страны. На контрольно-пропускном пункте Караузек усилено дежурство сотрудников полиции, ГИБДД, пожарной охраны и бригад скорой помощи. На территории Красноярского района Астраханской области введен режим повышенной готовности. В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток. В военной прокуратуре Оренбургского гарнизона в связи с началом осенней призывной комиссии и объявлением частичной мобилизации открыли консультационно-правовой центр. Специалисты просят сообщать о всех нарушениях закона, если такие были по номерам телефонов в Оренбурге и Тотском. Их вы сейчас видите на своем экране. А мы продолжаем. Оренбургские полицейские задержали серийных преступников. Группу мужчин остановили в тот момент, когда они возвращались с очередной кражи. Так, две цепочки. Серебристого цвета, да? И не только. Трое ранее судимых воров в возрасте от 29 до 40 лет брали все. Из автомобиля достали шубу, денежную сумму в размере более 17,5 тысяч рублей, даже кнопочные телефоны. В салоне автомобиля нашлись и орудия для взлома, монтировка и металлическая труба. Задержанные признались, выбирали исключительно частные жилые дома в Оренбурге и Оренбургском районе. Пока двое злоумышленников взламывали окна и двери и похищали ценности, в машине их поджидал третий соучастник. Ранее в полицию с заявлениями о кражах обратились четыре потерпевших. Общий ущерб от преступления оценивается в 350 тысяч рублей. Все трое мужчин задержаны. Последний был в розыске за грабеж в парфюмерном магазине областного центра. Известно также, что подозреваемые в воровстве заупотребляли наркотиками. Одно из совершенных преступлений запечатляла видеокамера на воротах дома потерпевшего. По статье кража каждому из троих грозит до шести лет лишения свободы. Полицейские устанавливают причастность мужчин к совершению других преступлений. К официальной повестке. В гербовом зале чествовали лучших оренбургских финансистов. В канун 220-летия образования Министерства финансов России губернатор Денис Паслер вручил сотрудникам финансовых органов награды областного и муниципального уровня. В зале областного правительства собрались те, от кого зависит финансовое благополучие всего региона. Финансисты получают награды из рук губернатора, букеты цветов, грамоты, благодарности и теплые слова от руководства области делают осенний дождливый день светлее. Финансовая служба региона считается одной из лучших в стране. Дружный коллектив всегда сообща и безукоризненно точно выполняет любые поставленные задачи. Секрет успеха знает финансист с 32-летним стажем, министр финансов Оренбургской области Татьяна Машкова. Министерство финансов Оренбургской области стабильно во всем. Даже вот посмотрите такой факт, что за последние 56 лет у нас только четвертый министр финансов. Это традиция, это слаженность коллектива, это рабочий такой лад. С другой стороны, мы вечно молодые, мы хотим учиться, мы учимся, мы внедряем все новое, мы не боимся вообще никаких. У нас сегодня средний возраст руководителя отдела, это 40 лет. Не забывают финансисты, руководство области и о тех, кто посвятил всю жизнь финансам. Бывший министр финансов Оренбургской области с 20-летним стажем, руководящий работой Валентин Бачурин, отмечен нагрудным знаком ветерана. Надо отдать, конечно, должное нашим ветеранам, нашим, тем, кто раньше работал и кто подготовил сегодняшних специалистов, которые работают. За это, конечно, огромное слово благодарности. Успех вам в работе, Денис Владимирович очень хорошо сказал о системе, аж немножечко так это ёкает. Вот это здорово. Финансы Оренбуржьев в надежных руках. От слаженной работы коллектива финансистов зависят бюджеты разных уровней. Стало быть, зарплата оренбуржцев, налоги и развитие экономики целого региона. Александр Криволапов, Игорь Бероев, Новости дня. К другим темам. Данное видео мы расцениваем как провокацию. Так, сотрудники Оренбургского государственного цирка прокомментировали ситуацию, которая развернулась накануне. В социальной сети попало видео, где уникальные белые медведи содержатся в якобы нечеловеческих условиях. Чтобы ответить на возникшие вопросы, в госцирке провели пресс-конференцию. Подробности далее. То самое видео, которое накануне вызвало общественный резонанс. Косолапых держат в тесных клетках и не оказывают должного ухода, говорится в посте одного из телеграм-каналов. Автором скандальных кадров называют известную дрессировщицу – Марицу Запашную. Однако руководство Оренбургского госцирка в информации не уверено. В любом случае мы проведем свое внутреннее расследование. И мы сначала поймем, кто это сделал. Потому что Марица Вальтеровна, она сама дрессировщик. Я думаю, что если это не ее инициатива была, то ее в том числе ввели в заблуждение. Потому что человек, который любит цирк, а она позиционирует себя именно таким человеком. Но вот так необдуманно поступить просто не могла. Четыре медведя приехали в Оренбург показывать таланты. О том, что станут звездами вне своего шоу, явно не подозревали. Дрессировщик Юрий Хохлов с этими косолапами более 20 лет. Поместить их в плохие условия – преступление для самого себя. У нас дружба с ними. Иначе у вас не получится диалога, как говорится. Это, скажем как, моя семья, потому что я за свою жизнь уделил больше времени животным, нежели даже своим детям. Убедиться, что условия содержания медведей соответствуют нормативам, смогли и мы. Высоту, длину и ширину замеряли в рамках пресс-конференции. Параметры соответствуют требованиям. Что касается уставшего вида животных, то в Оренбургском госцирке уверяют, что им, как и людям, иногда требуется отдых. Юлия Тюшевская, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Наша редакция направила запрос в администрацию города Солилецка с вопросом, планирует ли возобновить движение общественного транспорта по маршруту. Получили ответ. В администрации пояснили, что уже с 22 сентября подписан договор с перевозчиком. Автобус под номером 6 будет выполнять движение по привычному маршруту для жителей с остановки Пчельник до Сосновой. Напоминаю, если вы столкнулись с ситуацией, которую не можете решить самостоятельно, обращайтесь в мессенджеры ОРТ. Прямо сейчас номер на вашем экране. 8-987-852-6011. Сейчас ненадолго прервемся. И вот о чем расскажем далее в программе. Не переключайтесь. Ухо, горло, нос. Профессиональный праздник отмечает отлорингологи России. Оренбург обыкрал московское «Динамо». Сенсационная победа футбольного клуба. В Оренбурге прошло награждение призеров регионального этапа премии «Мы вместе». Ими стали более 22 участников. Это активисты, которые уже на протяжении нескольких лет успешно реализуют социально значимые проекты на территории нашей области. В зале собрались участники грантовых конкурсов, добровольцы, представители некоммерческих организаций. Каждый смог поучаствовать в диалоге с вице-губернатором Игнатом Петуховым. Поделиться своими запланированными проектами или задать вопрос по ведению бизнеса. В свою очередь Игнат Петухов поделился своим опытом достижения успеха и дал совета. Только действительно вместе можно создавать какие-то крутые, классные проекты. Только вместе можно помогать нашему городу, нашей стране развиваться. Только вместе можно облагораживать свой подъезд, свой двор, свою работу, нишу, которой вы занимаетесь. Это очень здорово, что такое большое количество людей объединяется. В июле проходил региональный этап премии «Мы вместе», в котором приняли участие 95 проектов со всей области. Участники презентовали экспертам свои программы в категориях бизнес, волонтеры и НКО. И только 22 активных оренбуржца стали победителями регионального этапа в разных номинациях. Сегодня из рук вице-губернатора они получают почетные грамоты и призы. В следующем этапе конкурса финалистов ждет грант до 3,5 миллионов рублей, а также медийное продвижение на ведущих площадках «Рунета» и путешествий по России. Всего в Оренбургской области более 90 тысяч жителей, которые занимаются добровольческой деятельностью, а тех, кто участвует в получении грантов для продвижения своих проектов – более 500. Разговор о прошлом, настоящем и будущем оренбургской медицины, выборе профессий и главных жизненных принципах. В оренбургских школах продолжается проект под названием «Наш доктор», посвященный 150-летнему юбилею областной клинической больницы. Диалог на равных состоялся в лице номер 5 города Оренбурга с известным доктором, заведующим травматологическим отделением, кандидатом медицинских наук Андреем Аверьяновым. Для ребят это возможность из первых уст узнать о секретах профессий и о том, как приходят в медицину. Я был всегда достаточно высокий, но достаточно еще там уже щупренький. Я развивал вроде бы как бы силу, но мышечной массы не хватало. Я вот думал, как же ее все-таки нарастить. Я изучал структуру мышц, я изучал правильное питание. И, возможно, с этого, мне кажется, у меня началось увлечение медицины. Увлечение школьника Андрея Аверьянова переросло в осознанный выбор профессии врача. В отделении травматологии областной больницы, которая возглавляет Андрей Александрович, за год выполняется более полутора тысяч различных операций, в том числе более 600 эндопротезирований. Выполнили эндопротезирование сустава. Он говорит, доктор, у меня все отлично, отпустите меня домой, ничего не болит. И, в общем-то, ради этого как бы и живешь. Разговор в рамках проекта «Наш доктор» проходил в неформальной атмосфере. Востребованным у ребят оказался и мастер-класс по наложению шин при переломах. Идем, на эту сторону и переходите. Почему пальцы открытыми оставили? Чтобы контролироваться, поступает ли туда кровь. Теплый, есть ли движение, чувствительность, да? Лицейсты задавали самые разные вопросы и о первой операции, и о самом памятном медицинском случае, о трудностях обучения в мединституте и о том, как добиться признания у пациентов и коллег. Мне очень понравилась эта уникальная возможность познакомиться с такими интересными людьми с новой профессией. Активность школьников была вознаграждена. Герой встречи доктор Аверьянов отметил самых любознательных и авторов оригинальных вопросов и вручил им подарки. Многие вопросы просто заставили даже задуматься меня о каких-то таких главных вещах нашей жизни, о смысле жизни, о целях, для чего мы все это делаем, очень интересного. Проект «Наш доктор» продолжается. Впереди новая встреча старшеклассников со специалистами главной клиники Оренбуржья. Ухо, горло, нос. Обнаружить и предотвратить заболевания этих органов – задача от ларинголога. Однако не всегда болезнь можно вылечить лекарствами. И уже здесь на помощь приходят оперирующие лор-врачи. 29 сентября они отмечают свой профессиональный праздник. Съемочная группа ОРТ побывала на одной из операций. Юлия Тишевская продолжит. Сосредоточенный взгляд, уверенные движения, ненавязчивая музыка на фоне. Утро Леонида Гайдабурова начинается с операции. Для врача с 14-летним стажем график вполне привычный. Удалив опухоль боковой поверхности шеи, врач находит несколько минут, чтобы вспомнить, с чего все начиналось. У меня такой тернистый путь достаточно был. Я закончил педиатрический факультет. Потом так сложилось, что я проходил интернатуру сначала по детской хирургии. Почему переучился на лор-врача, трудно сказать. Где-то было место для того, чтобы работать именно… Не где-то, а в Оренбургской ЦРБ было место для того, чтобы начать работать хирургом, именно оперирующим лор-хирургом. Поэтому пришлось переучиться. И, в общем-то, сейчас ни грамма об этом не жалею. Недолгий разговор с журналистами и снова спасать человеческие жизни. Но для начала традиционный обход. Жень, добрый день. Здравствуйте. Как дела? Хорошо. У нас сегодня дышит. У этого пациента случай необычный, рассказывает Леонид Гайдабуров. Из-за воспаления мужчина начал терять зрение. Операцию проводили дважды. Сейчас вот и глаз на место выровнялся. Он меня вообще смотрел в сторону. Ну, как бы и зрение сейчас вроде как восстанавливается. Я уже начинаю видеть больше. Индоскопическим путем удалить опухоль основания черепа или сделать операцию на воспаленный слезный мешок. Трудно предположить, что такие уникальные процессы выполняют оренбургские врачи. Леонид Гайдабуров рассказывает. Новые знания и методики привозят с обучений в разных городах России. Здесь коллектив единомышленников буквально тебя погрузили в эту специальность. То есть смежная структура. Мне всегда говорили наши учителя, у нас интереснейшая специальность. То есть смежная структура – это глаз, это орбиты, это полус черепа, это операции на гипофизе, на шее, пищеводы. То есть это не только перегородочки, как принято полагать. Это большой спектр. Врач выполняет за неделю около семи операций. Несмотря на загруженность работы, говорит, лучшая награда для него – видеть пациента здоровым. Юлия Тюшевская, Андрей Булатов. Новости дня. О спорте. Покорили Красноярск. В очередном выездном матче высшей лиги хоккеисты Южного Урала одержали победу над лидером текущего чемпионата – Соколом. После обиднейшего поражения в Ангарске от аутсайдера Ермака Арчанам предстояло сразиться с новоявленным лидером турнирной таблицы Соколом. И в самом начале гости просто ошеломили хозяев. Никакой выездной модели, только открытый хоккей. К концу стартового периода Южный Урал вел в счете 4-1. Наши игроки были лучших хозяев во всех компонентах игры. Организовывали быстрые и красивые атаки. Но вот во второй 20-минутке команды будто поменялись ролями. Теперь уже красноярцы стали наказывать нас за ошибки и вскоре 4-1 превратились в 4-4. Третий игровой отрезок, несмотря на обоюдную активность, получился безголевым. В нем настала очередь обоих вратарей демонстрировать мастерство. Но последнее слово осталось за южноуральцами. В овертайме защитник Южного Урала Крахалев подключился к стремительной контратаке и остановил встречу, забив свою вторую шайбу. В субботу Орчане сыграют в Новокузнецке с еще одним лидером Металлургом. Вячеслав Камп и Анатолий Юденич. Новости дня. Другой клуб Оренбуржья, футбольный, тоже сенсационно обыграл фаворита. В матче Кубка России повержена московская «Динамо». 2,5 тысячи болельщиков, несмотря на дождь собравшихся на стадионе «Газовик», были вознаграждены сполна. На Кубкую встречу наш тренерский штаб выставил игроков, не всегда попадающих в основу и нуждающихся в игровой практике. Динамовцы, напротив, вышли в самом боевом составе. Первый опасный момент создали хозяева. Столичный вратарь Лещук вытащил из девятки мяч, пущенный Флорентином. Но счет открыли гости. Незадолго до перерыва Смолов с Захаряном организовали остроумную двухходовку. В начале второго тайма разрыв увеличился. Грулев завершил сольный проход классным ударом в дальний угол. В довершении на 76-й минуте полузащитник Оренбурга Титков покинул поле за вторую желтую карточку. И даже среди завзятых фанатов не осталось оптимистов. А наши сотворили футбольное чудо, очень напоминающий по сценарию не такой давний домашний стыковой матч с Уфой. На 82-й минуте Павловец головой замкнул навес с углового. А буквально перед финальным свистком динамовцы свалили в своей штрафной реактивного Ковалева. В точке вышел Сычевой и перехитрил голкипера, пробив прямо по центру ворот. 2-2. Подумали, что уже выиграли, но нас уже который раз наказывает соперник из-за того, что теряем концентрацию, и вот так получилось. Нельзя никогда списывать нас от счетов, всегда мы играем до конца и хотим добиться победы. Умудрившись спасти такую игру, оренбуржцы просто не имели права провалиться в послематчевой серии 11-метровых. Первые пенальтисты били без шансов. Лишь в четвертой паре Аганесян не смог переиграть вратаря москвичей. Но тут же отличился и наш голкипер Гошев, парировав удар Гладышева. И в завершение Павловец был точен, а вот Лисовой с нервами не справился и отправил мяч выше ворот. Оренбург одерживает сверхволевую победу. Состав Динамо, это игроки на хорошие уровни. Поэтому я очень рад, очень доволен за ребята. Но сегодня будем тешиться, а завтра уже идет работа. Наши футболисты отыгрались с 0-2 в меньшинстве против фаворита. И, конечно, на позитиве готовятся к субботней встрече чемпионата Премьер-лиги. Анатолий Юденич, Анатолий Филатов. Новости дня. На этом все. Напоминаю еще больше новостей на нашем сайте орттв.ру. Присоединяйтесь к группам телеканалов в социальных сетях. Теперь и вы с автором наших новостей. Если стали очевидцем какого-то события или столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, присылайте видео, фото и сообщения мессенджера ОРТ. Прямо сейчас номер на вашем экране. 8-987-852-6011. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова